Привязанности 12 мая 1991 года Добрый день! Я думаю, что у вас нет матерей. Сегодня отсутствует половина тех, кто обычно приходит, потому что сегодня День Матери. Поздравляю с Днем Матери! Это действительно интересно. Мне звонит много людей, и они говорят, что еще я должен сделать перед тем, как пробужусь. Я практикую Атму Вичару, я практикую медитацию, я практикую это все уже 20, 30, 40, 50 лет. Как же так? Почему ничего не происходит? Что вы думаете? Сегодняшний день может рассказать вам почему. Потому что вы привязаны к праздникам. Причина в этом, верите вы или нет? Ученики смеются. Это привязанность. Наступает Рождество. У меня нет времени на духовную жизнь. Мне нужно украсить новогоднюю елку. Как только наступает какой-то праздник, мы куда-нибудь уезжаем, чтобы повидаться с родственниками. И при этом мы интересуемся, почему мы не можем полностью пробудиться. Здесь есть над чем задуматься. Бог там, где ваше сердце. Поэтому, если вы к чему-то привязаны, матери, отцу, стране, деревьям, кроликам, коровам, чему угодно, это и есть то, что вас задерживает. Я не говорю о том, что вы не можете проводить время с теми, кого любите. Наоборот. Я говорю о том, что ментально вы должны наполнить ваше сердце единством вечности. Пока мы не созреем, и это не станет на первое место в нашей жизни, мы не сможем далеко пойти по духовному пути. Я не говорю об этом, потому что хочу, чтобы по праздникам все приходили на сатсанг. Как вы знаете, мне нет никакого дела, даже если сюда придет один человек, или вообще никто не придет. Но для вашего блага, для вашей пользы, подумайте о том, что вы ставите на первое место в своей жизни. Если вы не ставите на первое место сознание, абсолютную реальность, Бога, тогда вы никогда не увидите свет. Вы никогда не пробудитесь полностью. Вам поистине придется все ментально выбросить. Это как в истории, если вы помните, в автобиографии йога, написанной йоганандой. Там был Лахири Махасайя, один из троицей на пути йогананды. Он годами медитировал кри-йогу, выполняя различные аскезы. Он развел много ситх, сверхспособностей. Он мог левитировать. Но он никогда не был полностью пробужденным. Тем не менее, он был таким искренним, что Баба Джи возник перед ним и сказал, «Посмотри, ты не пробуждаешься по той причине, что в своей среде ты всегда хотела жить во дворце со слугами, хорошей едой, танцующими девушками и всем остальным». И тогда Баба Джи материализовал для Лахири дворец. И Лахири оставался там какое-то время, пока ему не надоело это и не стало вызывать отвращение. Затем он исчез, и так Лахири испекся до конца. Баба Джи сделал это для него по той причине, что Лахири всегда был преданным человеком и проводил всю свою жизнь медитацией. Но у него была одна последняя вещь, от которой нужно было избавиться – дворец. Поэтому он материализовал его перед ним, чтобы Лахири пожил там и увидел, является ли это ответом. Конечно, это не было ответом. И тогда оно исчезло. Не имеет значения, правдил это история или нет. Она символична. У нас в голове есть вещи, которые нас беспокоят, заботят. Мысли о будущем, мысли о нашем здоровье, о наших любимых. Все эти мирские вещи, которые приходят нам в голову. Однако все мудрецы говорят, что мы должны отпустить это все. Не беспокойтесь о вашем так называемом теле. Не беспокойтесь за своих родственников, мир, человеческую жестокость друг к другу. Выбросьте это. Если вы это не выбросите, то никогда не достигните успеха. Точно так же и с нами. У нас у всех есть что-то, на что мы опираемся для поддержки. И мы боимся, что если потеряем это, нам придет конец. Как вам может прийти конец, если вы осознаете, что ваша природа – божественность? Что ваше истинное сознание – брахман. Конечное единство. Чистое осознавание. Неважно, через что, как кажется, проходят ваше тело и ум. Неважно, что вы думаете. Вы никогда не сможете избавиться от своего истинного «я», потому что ваше истинное «я» просто есть. Ваш ум может рассказывать вам что-то обратное. Вы можете быть очарованы миром, считать, что вам нужно иметь одно и другое, что вам нужно жить здесь, что вам нужно жить там, что вам нужно быть с кем-то, с кем вы думаете, вы должны быть. Что вы боитесь быть один, что вы боитесь быть с неправильными людьми. Много страхов, много ложных представлений. Все это сдерживает вас. Вы и ваше истинное «я» есть вселенная. Вы есть целое вселенное. Вы есть истинное «я», всепронизывающее всеприсутствие. И это ваша настоящая природа. Если у вас был хотя бы проблеск этого, как вы можете чего-то бояться? Если вы научитесь жить в настоящем и будете спонтанными, забыв о прошлом, не волнуясь о будущем, а понимая, кто вы есть прямо сейчас, разве вы не видите, что это позаботится обо всем? Это напоминает мне одну старую историю про Кришну и Арджуну. Их пригласили на ужин в дом богачей. Войдя в дом, они сели за стол, и богач оскорбил их. Он сказал Кришне, что не верят в его слова, что его учения – это напрасная трата времени. Богач сказал ему, почему бы тебе не пойти и не найти где-нибудь достойную работу? Кришна не ответил ни слова. Когда они закончили, Кришна благословил его и сказал, пусть твое процветание увеличится в тысячу раз, и пусть твое богатство станет в миллион раз больше, чем у тебя есть сейчас. И они покинули дом. Арджуне было любопытно, почему Кришна ничего не сказал. На следующее утро их пригласили на завтрак в дом бедняка. У этого бедняка не было ничего, кроме коровы. Но этот бедняк упал в ноги Кришны, почтил его и Арджуну, отдал им последнюю чашку риса, которая у него была, и воспевал славу Кришне. Когда Кришна и Арджуна покидали его дом, Кришна тоже благословил его и сказал, пускай твоя корова скоро умрет. И они ушли. Арджуна не мог сдержаться и спросил, Кришна, скажи мне, что ты делаешь, что происходит? Ты пошел в дом богатого человека, он оскорбил тебя, а ты благословил его и пожелал ему, чтобы его богатство увеличилось. И ты идешь в дом бедняка, который любит тебя. Он владеет одной лишь коровой, и ты сказал ему, чтобы его корова умерла. Что все это значит? Кришна сказал, видишь ли, чем больше у тебя привязанностей, тем меньше у тебя шансов просветлеть. Поэтому я сказал богачу, чтобы его богатство увеличилось. Это означает, что он будет привязанным к своему богатству много-много реинкарнаций. Тысячи реинкарнаций он будет привязанным к своему богатству. Но он долгое время не сможет стать просветленным. А у бедняка единственной привязанностью была его корова. Когда он избавится от своей коровы, ему придет конец на этой земле, и он станет самореализованным. Поэтому я сказал ему, что вскоре его корова умрет, и он будет свободным. Эта история показывает важность того, как мы живем. У нас есть что-то, чем мы владеем. Человек, место или предмет. Мы не можем выбросить это из головы. Мы привязаны. Из-за этих привязанностей мы, как кажется, проходим через множество жизней, через множество опытов. Просто потому, что мы к чему-то привязаны. Это может быть ментально и физически. Даже если вы кого-то ненавидите, если вы ненавидите кого-то или что-то от всей души, то это привязанность. Вы будете возвращаться на эту землю или на планету, похожую на эту землю, снова и снова, опять и опять. И вы будете встречаться с этим человеком, которого вы так сильно ненавидите, при разных обстоятельствах, снова и снова, опять и опять. Один раз он может быть вашей дочерью, он может быть вашей матерью, он может быть вашим мужем, он может быть вашей женой, но этот человек, которого вы так сильно презираете, будет встречаться с вами снова и снова и причинять вам все это, чтобы огорчать вас. И вы будете ненавидеть снова и снова. Вы никогда не станете свободными, пока не поймете. Понимание в том, чтобы обратиться внутрь и забыть об этом человеке, увидеть свою собственную реальность, отслеживать я-мысль до источника. В конце концов, именно я-мысль ненавидит и любит, привязывается к людям, местам и вещам. Когда выходишь за пределы я-мысли, остается только истинное я. Когда заканчивается ваша карма, заканчивается ваше тело, заканчивается ваш мир, заканчивается ваш Бог, то вы дома, вы свободны. Но если вы привязаны к людям, местам или вещам, и это также может быть ваше собственное тело, вы никогда не сможете стать свободными, пока вы это не отпустите. Вы должны примириться со всей Вселенной, с царством минералов, с царством растений, с царством животных, с царством людей. Когда вы станете другом всей Вселенной, вам не нужно будет выполнять атмавичару. Вам не нужно будет отслеживать я или беспокоиться о я. Одно примирение со Вселенной освободит вас. В конце концов, когда вы все безусловно любите, что еще вы можете сделать? Больше ничего. Абсолютная любовь ко всей Вселенной убивает эго. Поскольку это эго играет с вами в игры, заставляет вас любить кого-то или что-то особенное, заставляет вас презирать каких-то животных и поедать их, заставляет вас думать, что ядовитый плющ хуже, чем роза, эго заставляет вас оценивать жизнь. Мудрец видит все одинаково. Нет ничего хуже или лучше, чем что-то другое. Когда вы просто слышите это, позволяете этому проникнуть в ваше сердце, чувствуете это, оно приведет вас к пробуждению. Подумайте о тех проблемах, которые у вас есть. Откуда эти проблемы? Какая разница? В этом мире нет ничего такого важного для вас, чтобы вам нужно было чувствовать себя плохо, отомстить, или чтобы вы боялись, что что-то произойдет с вашим телом, чтобы вы беспокоились о своих любимых, чтобы вы волновались по поводу ситуации в мире. Когда вам что-то из этого нравится, вы за это берете на себя ответственность. В конце концов, в действительности вы не просили, чтобы родиться в той семье, в которой вы были рождены, с такими национальностью и религией, в этом городе, штате и государстве. Сила, которая заботится об этом, знает, как позаботиться о вас. Разве вы не видите? Вам ничего не нужно делать, чтобы помогать. Иначе, говоря, Бог не нуждается в вашей помощи. Все, что вам нужно сделать, это глубоко вздохнуть и сказать «Бог, возьми это. Я покончил с этим. Я больше никогда не буду волноваться. Я больше никогда не буду расстраиваться из-за чего-то». Задумайтесь еще раз, что самое худшее может произойти с вами. Вы можете умереть. Смерти не существует. Вы все это знаете. Вы можете потерять свое состояние. Вы пришли в этот мир без состояния, и вы уйдете без него. Не волнуйтесь об этом. Кармически вы проходите через те опыты, через которые должны пройти, но это существует для вашего тела, а не для вас. Разве вы уже не видите, что вы совершенно свободны? Ваша настоящая природа – это абсолютная доброта, парабрахман, абсолютная реальность. Вы есть истинное я, всепронизывающее истинное я. «Чего же вы можете бояться? Что вам кто-либо может причинить?» На днях я говорил об одном парне из Бангладеша, и вы знаете, какие у них там проблемы. Он сказал мне, «Все эти проблемы существуют для невежественных». Я оказался под ударом циклона. Я был там и прошел через все эти бедствия. Я смеялся, потому что понимал, что все это действительно космическая шутка. Кажется, что Бог избрал людей Бангладеша, потому что у них происходят самые тяжелые бедствия, а я проявил твердость, сказал он. Если бы в то время мне нужно было покинуть свое тело, я был хорошо подготовлен, потому что практиковал самоисследование в течение многих лет. У меня не было никаких колебаний, и поэтому сейчас я здесь, в Америке. Я не был заинтересован в том, чтобы приехать в Америку. Я здесь был до этого. Но что-то произошло. У меня вышло получить визу, и я оказался здесь, даже не думая об этом. Это точно так же, как в той истории, о которой я вам говорил. То же самое происходило в фашистских концлагерях по всему миру. Страдания причиняются невежественными. Вам это может показаться странным, особенно тем людям, которые не очень хорошо меня знают. Создается впечатление, что у меня нет сострадания. Кажется, что мне все равно. Наоборот, я сочувствую больше, чем вы можете знать. Так же я осознаю, что ничто ни с кем не происходит. Ничто ни с кем никогда не случается. Мы снова обратимся к примеру, когда смотришь сквозь замочную скважину. Когда вы смотрите сквозь замочную скважину, то видите только часть картины. Итак, вы смотрите сквозь замочную скважину и видите, как одного парня в Бангладеш сносит ураганом. Он тонет, и вы говорите «бедный человек». Но потом вам разрешают открыть дверь, и вы видите целостную картину. Вы видите предыдущую жизнь. Тот же парень был частью инквизиции в Испании. Его работой было мучить людей, утапливая их. И вы передвигаетесь к другому краю картины, и видите, что теперь оба, тот, кто топил, и тот, кого топили, смеются. Все это было ложью. Это никогда не случалось. Ничего никогда не случалось. Это как будто вы смотрите кино. В кино происходит война. Всех кусочек. Но потом кино заканчивается. Ничего не произошло. Это было только изображение на экране. Когда вы осознаете тело-ум и думаете, что вы тело-ум, тогда ваша жизнь является просто наложением на экран жизни, на сознание. Кажется, что все это происходит с вами. Но в действительности ничего не происходит. Вы свободны. Вы целостны. вы завершенны. И есть только ты один. Никогда не было вас и меня. Есть только один. И это есть абсолютная реальность. Ты есть этот один. Ты есть тело блаженства. Пробудись. Избавьтесь от всех этих чувств, которые заклинают вас совершать все эти глупости. Пробудитесь. Будьте свободными. Упростите свою жизнь. не бойтесь. Страх это еще одна вещь, к которой вы привязываетесь и которая сдерживает вас. Посмотрите на мир. Мир это космическая шутка. Кажется, что он реальный, что есть хорошие вещи, прекрасные вещи, ужасные вещи. Все они самозванцы. Этот мир это мир двойственности. На каждое добро должно быть свое зло. Должен быть баланс. На каждое зло должно быть добро. На каждый верх есть свой низ. На каждое вперед есть свое назад. Мы никогда не сможем понять этот мир. Он слишком сложный. Выйдите из мира, но не совершив самоубийство, а выйдя за пределы ума и тела, пробудившись к своему настоящему Я. Вот как вы можете выйти из мира. Перестаньте себя жалеть. Перестаньте обращать слишком много внимания на свои мысли, мир, свое тело. Будь что будет, полностью сдайтесь своему истинному Я. Ваше истинное Я – это Бог, сознание. Начните отождествляться с Я есть, а не с условностями. Оставьте условности в покое. Как я говорил вам Будда, избавьтесь от своего чувства вины, обратитесь вовнутрь, увидьте истину, станьте истиной, не ищите совета других, что делать, как жить. Как говорил Будда, будь светом самому себе. Все ответы находятся внутри вас. Некоторые из вас говорят, а как же вы, Роберт, разве мы не можем приходить к вам за советом? Я провожатый в зеркало для вас, чтобы увидеть себя, чтобы провести вас внутри себя. Я могу видеть вас лишь одним образом. Вы совершенство сознания. Я вижу вас как себя. Когда вы смотрите на меня, то смотрите в зеркало. Что вы видите? Вы видите себя? Какими вы видите себя? Развращенными, простодушными, слабыми, помешанными на эго? Отбросьте это. Очнитесь. Нет ничего, что бы хотело вам навредить. Все это в вашем воображении. Это ваше воображение доставляет вам проблемы. Только не позволяйте тому, что я говорю, делать вас циничными и саркастичными. Пока вы находитесь на пути обнаружения себя, вы помогаете другим. Вы делаете то, что нужно делать. Это будет происходить само по себе. Если вы должны кормить бездомных, тогда кормите бездомных. Это случится само по себе. Если вы должны жить на вершине горы и никогда больше не видеть цивилизацию, это произойдет само по себе. Самое главное, что нужно понять, вы не имеете к этому совершенно никакого отношения. вы можете думать, что совершаете действие, или вы можете говорить себе, если я этого не сделаю, то никто не сделает, если я об этом не позабочусь, все обрушится на меня. Что может на вас обрушиться? Ничего не бывает так уж плохо. На самом деле, вы говорите об изменении. Вы привязаны к определенному состоянию, и вы боитесь изменений. Вот что вы имеете в виду на самом деле. Но если вы работали над собой, если вы научили своему покоиться в сердечном центре, научили его не выходить наружу, под не выходить наружу я имею в виду, что ум не покидает ваше сердце, не идет в мир и не становится миром, тогда если ваш ум приглушен, из вас может выходить только радость. Потому что то, что мы называем субстанцией жизни, это тотальное блаженство. Когда вы обращаетесь внутрь, то сливаетесь с этим блаженством и становитесь телом блаженства. Вы морзовами. Если для вас так важны праздники, Пасха, посмотрите, каких дураков мы себе делаем во время Пасхи. Мы думаем, что совершаем нечто прекрасное. Иисус никогда ничего не знал про Пасху или Рождество. Мы выдумываем эти праздники. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться собой, но не превращайте это в фетиш. Я помню, что когда был маленьким мальчиком, примерно в 12 или 13 лет, моя семья всегда хотела, чтобы я проводил праздники с ними. И в то время я чувствовал это даже в своем сердце. Что хорошего из этого? Внешне не имеет значения. Я любил ходить в центр, чтобы послушать Джоэля Голдсмита. Бог находится там, где ваше сердце. Задумайтесь сегодня, к чему я привязан, что в этом мире значимо для меня. И осознайте, что именно это удерживает вас. Отпустите это мысленно, развернувшись внутрь и осознав, что я это чувствую. Я чувствую, что мне это нужно. Откуда появляется я? Отслеживайте я нить до источника и станьте освобожденными. Это мое послание вам в день матери. Смеется. И все. Есть какие-нибудь вопросы? Бог это наш отец или наша мать? Что вы сказали? Бог наш отец или наша мать? И то, и другое. Или ни то, ни другое? Да, или ни то, ни другое. Если смотреть на Бога как на вечность, это не мужчина и не женщина. Но если вы смотрите на Бога как на себя, тогда он становится абсолютно реальностью, сознанием. Роберт, я не могу понять это учение, что у меня нет свободной воли, что у меня нет выбора. Вы бы могли мне в этом помочь? Конечно. Большинство из нас имеет такое большое эго, которому мы научились с детства. Если ты это не сделаешь, то что-то случится. Ты в ответе, возьми ответственность на себя. Ты должен кем-то стать. Все это усиливает эго. Таков был мой опыт, а также это написано в древних писаниях многих стран. Все, что случается, является результатом сознания. Иначе говоря, вы не имеете к этому совершенно никакого отношения. Мир, как вы его видите, является тем, что исходит из сознания. Животные не осознают сами себя. Они подчиняются вселенскому закону причин и следствия. И они понятия не имеют, что существуют. Но они существуют. Мы существуем как животные, но каким-то образом мы стали самосознающими. Поэтому мы верим, что мы в ответе за каждое свое действие, что у нас есть свободная воля делать все, что мы делаем. «Но я могу заверить вас, что когда я поднимаю свой палец, чтобы почесать свою голову, все это предопределено. Когда с дерева падает лист, это предопределено. Смотрите на это как на кино. Каждый дюйм, каждое йота кино была запланирована. Сценаристы все написали в сценарии до того, как он стал фильмом. Даже когда актер поворачивается и моргает глазом, это записано в сценарии. Жизнь это сценарий, все было запланировано. У нас должна быть какая-то свобода, иначе бы мы были автоматами, роботами. У нас действительно есть свобода. Свобода не реагировать на данную ситуацию. Свобода обратиться внутрь и ни на что не реагировать. И вместо этого лицезреть внутри совершенную реальность и быть свободными от всей игры. Но пока мы играем в эту игру, мы являемся в ней актерами. Мы играем свою роль. Но сценарий был написан до того, как вы пришли сюда. Вы просто актер, играющий эту роль. Пока вы верите, что вы актер, то будете брать новые роли, одна жизнь за другой. До тех пор, пока не осознаете, что вы не актер, не режиссер, не продюсер. Вы ничто из этого. Вы есть истинный я, который никогда не режиссировала, никогда не продюсировала, никогда не играла. Вы есть все пронизывающий я, который является абсолютно свободным, которое никогда не было связано. вы будете свободны. Скажем, сценарий требует от вас, чтобы вас сбил поезд через 10 лет. Так что через 10 лет вы будете идти по рельсам и вас собьет поезд. Таков сценарий. Единственный способ уйти от сценария это осознать истину о себе. Вы не актер и нет сценария. Вы становитесь истинным я. И вы совершенно свободны. ну как вам это нравится? Но тогда так же нет и вас. Так же нет меня. Что вы имеете ввиду? Если нет вас, нет меня. Верно. Так что мы не существуем? Верно. Но вы действительно это знаете? Или вы знаете это интеллектуально? Это что-то, что вы прочитали в книге? Нет, я не прочитал это в книге. У вас было такое переживание? Я просто осознал, когда вы говорили. Это хорошо, если вы можете это осознать, и у вас есть собственное переживание этого. Так и должно быть. Я не знаю, что это означает. Это означает, что вы свободны. Смех. нет никого, чтобы быть свободным. Тогда вы свободны. Когда нет никого, чтобы быть свободным, это свобода. Но это непостижимо. Конечно, да. Смех. И это должно быть таким. Если вы можете это постичь, тогда это не истина. Поэтому я так часто прошу не верить ни единому моему слову, потому что я говорю ерунду. Это не имеет никакого смысла. Я недоимел ввиду. Это хорошо. Так и должно быть. Я просто имел ввиду, что это невозможно охватить. Невозможно, это правда. Именно так и должно быть. Почему так должно быть? Почему вы не? В этом нет должно, просто так есть. Конечно. Откуда появляется должно? Я его вставил. Уберите его, оно вам не нужно. Ученики смеются. Оно ушло. Хорошо. Роберт, именно поэтому медиумы могут видеть наше будущее. Потому что когда мне было 11 лет, кое-что случилось, когда я встретил на одной вечеринке в Голливуде индийского медиума. Она рассказала мне вещи, которые потом исполнились. Медиумы знают только о вашей человеческой жизни. Если медиум очень хороший, он возможно расскажет вам что-то о вашем человеческом будущем. Но кто хочет это знать? «Я хочу стать свободным». Вот что вы должны говорить. «Я хочу полного освобождения. Я не хочу знать, что будет дальше в моей жизни. Я хочу умереть по отношению к своему телу и уму и стать чистым осознаванием, сознанием. Поэтому предсказание медиумов только для незрелых. Какое вам дело для будущего? Будущего нет. Есть только сейчас настоящее. И даже это вызывает у меня сомнения. Почему у вас вызывает сомнение настоящий момент? Потому что откуда появляется настоящее? Из ниоткуда? Из ниоткуда. Настоящего нет. Я не понимаю, почему у нас есть это обязательство стать освобожденными? Потому что мы думаем, что связаны. Когда вы верите, что связаны, у вас есть обязательство освободиться. Но как только вы пробуждаетесь, то понимаете, что у вас нет. Тогда нет и освобождения. Вы часто говорили, что если произойдет это и это, тогда становишься свободным. И вот я просто хотел спросить, свободным от чего? Свободным от вас с людьми, местами и вещами. А если человек не чувствует себя связанным? Тогда вы уже свободны. Но когда я закрываю глаза, я не вижу чистое сознание, я имею в виду, никто этого не видит. Никто? Ничего нет, чтобы видеть? Нет чистого сознания, которое вы можете видеть. Что? Нет чистого сознания, чтобы вы его видели. Отдельно от меня. Тогда должен быть видящий, чтобы видеть чистое сознание. Пока существует видящий, вы все равно связаны. Также, наверное, многие из нас должны видеть, что если смотреть на наши прошлые жизни, что на самом деле мы ничего не совершали, вещи просто случались. Правда, но не нужно над этим задумываться. Забудьте о ваших прошлых жизнях. Ладно. Забудьте вообще о прошлом. Обратитесь внутрь и найдите себя сейчас. Только чтобы понять этот момент, что это совершенно ошарашивает нас. Что вы сказали, что животное существует, подчиняясь закону причин и следствия, и мы тоже. Как животное? Как тело? Как животное? То есть наша практическая жизнь, наша рабочая жизнь, наш рабочий ум, все это подчиняется закону причин и следствия. И значит ли это также, что пробуждение также будет происходить согласно закону причин и следствия? Нет. Причина и следствие относятся к законам кармы. Но в действительности карма причин и следствия не существует. Только в уме. Когда ума нет, нет причины и следствия. Есть реальность. Вместо того, чтобы выворачиваться назад, в прошлое, или стараться улучшить свое будущее, лучше обратиться внутрь и стать абсолютно чистым, стать сознанием. И вы не будете беспокоиться обо всем этом. Должен не происходит. Нет фактов, ничего? Никакие события никогда не случались. Это как сон. Очнитесь. Забудьте о степенях, шагах. Вы или пробуждены, или спите. Пускай вас не захватывают степени. Вся йога об этом. Когда вы увлекаетесь практиками йоги, медитацией, всем остальным, вы увлечены степенями, и это удерживает вас. И возвращайтесь одна жизнь за другой. Может быть, в качестве великого йога, но вы все равно связаны. Вам нужно быть не йогом. Вы хотите быть освобожденным, и вы являетесь освобожденным. Очнитесь и забудьте обо всем остальном. «Видите ли, я чувствую, что некоторые из вас потерялись в своих мыслях. Когда вы сидите молча, вместо того, чтобы успокаивать свой ум, вы позволяете мыслям захватывать вас и держать под контролем. Разве вы не видите, что это самая большая проблема, которая у вас есть? Если вы приходите сюда достаточно часто, то должны знать, что вы не должны позволять своим мыслям буйствовать. Вы должны ловить свои мысли, наблюдая их, смотря на них и задавая вопрос, к кому они приходят, и отслеживать их. Не позволяйте вашему уму контролировать вас. Нет разницы, насколько вы считаете серьезной свою проблему, если она вообще есть. Проблема есть только у вашего эго. то же самое нужно делать с восприятиями через органы чувств, как с мыслями. Да, то же самое. Кто видит, кто слышит? Кто смотрит, кто видит, кто свидетель? «Я?» Ум это просто как орган, который воспринимает мысли. Это как шестой орган, чувство в этом плане. Да, сначала вы наблюдаете свои мысли, вы смотрите на свои мысли, вы становитесь свидетелем ваших мыслей, и потом вы задаете вопрос, кто свидетель, кто смотрит, и вы снова возвращаетесь к «Я?». Все ваши проблемы привязаны к «Я». Когда «Я» спускается из мозга и покоится в духовном сердце с правой стороны груди, тогда ваши тела и ум исчезают, так же, как мир и все остальное. И это должно быть вашей практикой, а не слушать свои мысли и волноваться. Скажем, например, что доктор дает мне два дня жизни. И что? Мне некуда идти. Я буду функционировать без тела. Подумаешь, какое тело? Функционировать? Конечно. Существовать, быть. Функционировать это как бы работать или что-то производить? Для меня это означает освобождение. Что вообще есть в словах? Это все семантика. Не воспринимайте слова буквально. не забывайте поклоняться себе, молиться себе, преклоняться перед собой, потому что Бог пребывает в вас, как вы. Покой. Желаю вам хорошо провести день матери. В следующем месяце день отца, а потом будет день подземной собаки. Завтра мой день рождения. Ваш день рождения. Хорошо отпраздновать. А как насчет дня эго? День эго? Да. Ученики смеются. с достаточной Достаточной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok